Первые предварительные итоги переписи. Нас 9 миллионов 413 тысяч человек. Нас стало немножко меньше. Численность сельского населения снижается, городского растет. Женщин больше, чем мужчин. Уровень урбанизации Беларуси, он растет. Еще в 2012 году подчеркивалось СМИ, что уровень урбанизации Беларуси очень высокий. Мы это видели. Мы не можем терять сельские территории. У нас Беларусь настолько с развитым сельским хозяйством. Посмотрите, наша академия в горках, наши специалисты, специалисты зоотехники, агрономы, они же пользуются огромным спросом на территории за пределами. Правда? Забота не должна быть, во-первых, навязчивой, да, то есть не надо всех абсолютно пытаться осчастливить. Во-вторых, она должна быть избирательной. Несмотря на то, что наши прекрасные вузы, которые выпускают людей и так далее, у нас оказывается, что кадров не хватает. Значит, проблема есть. 54,5% предпринимателей ссылаются на это как на основную проблему, препятствующую развитию бизнеса. Хорошо, когда и частный бизнес уже интересуется кадровой подготовкой. Ведь сегодня правительство записало даже в национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года положение о том, что мы должны создать национальную платформу не только выявления талантливой, творческой молодежи, но и создать специальные программы по их развитию. То есть мы сами должны формировать свой человеческий капитал. Здравствуйте, уважаемые зрители, читатели, слушатели. Это совместный проект Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства «Экспертная среда». Наша тема сегодня – перепись населения, человеческий капитал. Тема очень важна. Буквально неделю назад Белстат озвучил первые предварительные данные переписи населения. Основной массив цифр и фактов будет позже, примерно в сентябре, так анонсировалось. Но те цифры, которые мы имеем сейчас, уже являются очень важной основой для размышлений на уровне экспертов, чтобы выявить тенденции, тренды и выводы, которые важны для Белоруссии и важны для принятия решений, что нам с этим делать. На эту тему мы сегодня собрали наших гостей. У нас в гостях Марьяна Акиндиновна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, кандидат социологических наук. Ну а сейчас Марьяна Акиндиновна возглавляет представительство постоянного комитета союзного государства в Минске, Александр Чубрик, директор исследовательского центра ИПМ, Алексей Быков, проректор по научной работе Белорусского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор. Антон Косынкин, вице-председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Белоруссии, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса РКП и, насколько я знаю, практик. У вас есть бизнес на селе. БС представляет аналитик Николай Сухоцкий, кандидат социологических наук. Ну, Юрий Прокопов традиционно в качестве модератора. Итак, коллеги, что мы имеем на сегодня? Первые предварительные итоги переписи. Нас 9 миллионов 413 тысяч человек. Тенденции, которые мы из этих цифр наблюдаем, нас стало немножко меньше. Численность сельского населения снижается, городского растет. Женщин больше, чем мужчин. Ну, вот такие, я в упрощенном виде три тренда выделил, теперь мы их обсудим. Николай Николаевич, вот в СМИ сейчас оценки разнятся от алармистских до умеренных. Но, тем не менее, как оценить с точки зрения социологии цифры, которые мы имеем? Это какая-то аномалия на карте Европы или это какой-то объективный процесс? Мне кажется, что, в общем-то, в 20 веке наметились два таких основных тренда. Это урбанизация и это старение населения. В общем-то, здесь Беларусь, она находится, в общем-то, скажем так, не в стороне, а подтверждает где-то эти тенденции. И та перепись населения, которая, в общем-то, прошла, завершена, она, скажем так, те цифры, которые показала, они лежат в русле, в общем-то, всех мировых тенденций. Ну, если к примеру, какие тенденции соседи наши в Европе, что мы по странам, которые схожи с нами по населению, по территории, можно такие сравнения провести? Ну, вообще, по населению у нас Венгрия, главный такой наш, ну, скажем, государство-синоним, да, по количеству населения. И, в общем-то, я хотел бы остановиться больше на уровне урбанизации, потому что Беларусь, вот, часто называют ООН одним из самых урбанизированных государств. Но, если быть точными, то Беларусь действительно входит в 50 самых урбанизированных государств мира, находится на 48-м месте, если так более точно говорить. И уровень урбанизации Беларуси, он растет. Еще в 2012 году подчеркнуло СМИ, что уровень урбанизации Беларуси очень высокий. Мы это видели. Действительно, в 91-м году в небольших деревнях и поселках Беларуси проживало 3 миллиона 300 тысяч человек. Сейчас показатель, в общем-то, упал до 2 миллионов 113 тысяч. То есть, соотношение, в общем-то, оно очевидно. Тенденция, она понятная. Но я бы говорил, что все-таки уровень урбанизации Беларуси, он находится на среднем уровне, если мы говорим вообще в мировом таком контексте. Потому что, ну, такой уровень урбанизации в Германии, Франции, Италии, Испании, Чехии. Вот, в принципе, как мы знаем, высокий уровень урбанизации, он в скандинавских странах, он в Англии, к примеру. Поэтому я бы здесь говорил о том, что Беларусь, она, в общем-то, в трендах, но каких-то вот алармических таких, каких-то настроений, я думаю, не стоит нагнетать. Хорошо, Николай Николаевич. Ну, вот мнение нашего социолога Беларусского института стратегических исследований. Он на первое место по интересам своим профессиональным вынес урбанизацию. Коллеги, пожалуйста, делитесь мнением, каким вы пришли выводом из тех переписей, из тех данных переписей, которые мы имеем на данный момент. Ну, я вот коснусь все-таки урбанизации, да. Вот Восточная Европа в среднем это 70% в уровне урбанизации. По оценкам, допустим, если брать 2030 год, то Беларусь уже подойдет к 80% урбанизации. Показали, что уже Минск перешел 2 миллиона, да, практически. То есть мы должны понимать, что все равно у каждой страны, у каждого государства есть риски, когда есть высокий уровень урбанизации. Это прежде всего население города. Если у нас в основном население увеличивается, значит, должно быть производство, должны быть созданы условия для занятости населения. Но мы не должны забывать о том, что всегда должна быть экологическая составляющая. И чем раньше за это берется государство, чем раньше поднимается эта проблема, то эта экологическая составляющая должна выходить все время на первый план, потому что здоровье населения. И не зря в нашем государстве сейчас разрабатывается электротранспорт, не зря сегодня 45 городов Беларуси присоединилось к соглашению мэров по устойчивому развитию. У нас сегодня Брест и Минск разрабатывают умные города, умное развитие города. И это очень важно. И посмотрите, вот такие простые элементарные вещи, как сортировка мусора, как призыв к тому, что давайте посадим дерево, да, или давайте не будем его убирать. То есть вот эта экологическая составляющая, ее ни в коем случае нельзя потерять, потому что потом будет просто поздно. И вот то, что сегодня наши города и наше правительство и местные органы власти ставят эти вещи на первое место, это для населения тоже играет очень большую роль. Почему я коснулась этого? Вы знаете, вот когда говорили об устойчивом развитии, обычно ставят такой вопрос. Вот есть экология, есть экономика, есть общество. Как расставить в приоритетах? Вот как эти три наперстка погонять, чтобы было правильно? И вот очень мнения разные, да. Но, в принципе, общий-то ответ, который идет сегодня в мире, он идет в том, что если не будет экологии, не будет здоровья. Не будет здоровья, не будет населения. Не будет населения, не будет общества. Если не будет общества, тогда и не будет экономики, потому что цель экономики удовлетворяет потребности человека, потребности общества. И получается, что экологическая составляющая – это такая большая сфера, в которой идет общество и поглощает, а потом идет экономика, которая работает на эти составляющие. Поэтому при развитии экономическом обязательная экологическая составляющая – это, наверное, очень важное направление работы. И хорошо, что оно у нас есть. Об этом говорили на Первом национальном форуме по устойчивому развитию, который проходил у нас в прошлом году, и это звучала тема очень ясно. В том числе и о лесах, которые должны поглощать парниковые выбросы. Я, может быть, со своей стороны добавлю на эту же тему урбанизации. Мне кажется, что пока мы увидели буквально несколько цифр по данным переписи, не так много для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но тем не менее есть некоторые интересные вещи. Во-первых, если мы посмотрим, нас по сравнению с текущим учетом было на 41,3 тысячи меньше, по данным переписи, меньше, чем по текущему учету. Но если мы посмотрим, то это целиком за счет мужчин. То есть, женщин оказалось даже немножко больше, чем по текущему учету, а мужчин намного меньше, на 60 тысяч. То есть, получается, что кого мы теряем? Дальше, если мы посмотрим по областям, структуру вообще, что происходило, то окажется, что, в общем-то, Минск и Минская область прибавили, и прибавили они, в первую очередь, женщин. Ну, мужчин тоже немножко. Все остальные регионы потеряли. Особенно потеряли Витебское и Могилевское. То есть, получается, что в контексте мобильности женщины у нас более мобильные? Получается так, что... А мужчины такие... Понимаете, нет, вы знаете, тут можно начать делать далеко идущие гипотезы, наверное, не выводы пока еще, потому что еще результатов мало. Ну, понимаете, где, получается, куда тянутся женщины? Минск, Минская область. Минская область, если мы это разукрупним, то наверняка кажется, что это как бы район, который вот рядышком с Минском где-то находится. Минские районы какие-то прилегающие. Не забывайте, что женщины еще едут за мужчинами. Ну, конечно, как бы, да. Получается, что мы опять исходим из традиционной модели семьи в данном случае. Вот, как бы, есть работа у мужчин, тут же, получается, сюда же подъезжают женщины из других регионов, а может быть, даже и из-за границы. Ну, поскольку оказалось, что женщин больше. Это, ну, это как гипотеза, знаете, пока данных маловато для этого. Мария Анательдиновна, что вы скажете на этот вопиющий сексизм? Сексизм? Ну, это же, по-моему, это же факт. Чем больше женщин, тем лучше, да? Но, вы знаете, посмотрите, пожалуйста, еще тогда один момент, если мы стали говорить о количестве мужчин и женщин, что действительно, если средняя цифра, по-моему, там 1146, да, женщин на тысячу мужчин. Но это в среднем. Но если брать, вот мы же сейчас говорим о том, что надо, чтобы рождаемость повысила, чтобы семей стало больше, то если брать категорию до 40 лет, то на тысячу мужчин приходится 993 женщины. А если брать старше 70 лет, то уже на тысячу мужчин 2421 женщина. Но это одинокие люди, это одинокие женщины. То есть здесь встает вопрос и мужского здоровья, и здорового образа жизни. И то есть можно по-разному трактовать, да? Абсолютно. Ну, мы же рассуждаем. На самом деле, если мы говорим вообще о человеческом капитале и говорим о том, что вот у нас число женщин растет, мужчины уезжают, ну, это стоит задуматься вообще, какие это уроки имеет для экономической политики. Ну, про иммиграцию можем оставить за скобками, но если мы говорим про то, что женщины, они остаются. У женщин в среднем значительно выше образование, чем у мужчин. Но, вероятно, нужно думать о том, как использовать этот человеческий капитал. Ну, вот, кстати, уровень образования занятых, у женщин получается 66,4%, у мужчин 46%. Да, высшее образование. И получается, что, в принципе, если брать высшее образование, у мужчин это 27%, а у женщин 39 практически. Уже не будем там эти цифры не играть. Но действительно есть такой вопрос о том, что, знаете, есть такая фраза, по-моему, даже Билл Гейтс ее говорил, что в 21 веке неграмотным будет читаться не тот человек, который не умеет читать и писать, уже все это умеют, а тот, который не умеет переучиваться и не готов к этому. Поэтому вот учить новое, развиваться, переучиваться, вот эта мобильность, как раз она сегодня играет первостепенное значение. Да, вот говоря о мобильности, мы затронули такую важную проблему, которая проистекает из результатов переписи. Ну, или наоборот, да, переписью она обозначена, да, внутренняя миграция. Минск, Минская область, ну, те районы, которые оказались в плюсе. Так вот, есть ли у нас в стране понимание по выработке механизма регулирования миграционных потоков, коллеги, как вы считаете? Знаете, вот такой вопрос часто можно слышать, что Минск перенаселен, пятая часть республики уже в городе живет. Но если мы сопоставим с мировым опытом, то получается, как бы, вот в Китае, да, Пекин, 21 миллион. Вот организуют агломерацию, там, по-моему, Гуанчжоу или Чуньцин, там порядка 100 миллионов населения будет жить. Это, как бы, считают, что один город. Или взять, например, Москва, да, там 12,5 миллионов в самом городе, плюс еще, наверное, до 27 миллионов вся агломерация. И в этом смысле Минск не такой уж и большой вообще получается. Плюс, если какие-то сопредельные, там, допустим, Заславль или Смолевичи, про которые часто говорят, ну, ненамного, там, 2,5 пускай. Но ведь молодежь стремится в город сейчас. Все же понимают, вот где-то 20 лет человек исполнил, если он хочет какие-то мечты, там, у него. Если бы не было этого Минска, допустим, такого притягательного, вполне можно предположить, что люди бы поехали куда-то в другое вообще место, за границу. Поэтому в какой-то части, может быть, внутренняя миграция, она компенсирует, скажем так, как альтернатива была бы внешняя миграция, это было бы гораздо хуже. Поэтому Минск, он притягивает народ к себе, это хорошо, то, что он такой достаточно большой по европейским меркам. Где-то, наверное, 11 место Минск занимает в Европе по численности населения. Это очень неплохо, в общем-то. И гораздо больше есть городов, где процент населения, ну, скажем, в столице, ну, взять, допустим, Армения, Грузия, там порядка за 40% всего населения страны живет в столице. У нас всего лишь 20. Поэтому, может быть, не так все и плохо в этом смысле, учитывая мировые тенденции. А давайте вот, да. Добавлю еще, что особенность, которую когда-то отмечали, внутренней миграции, которая касалась Минска, что в Минск приезжают не только с районных центров, но и с областных городов. Здесь, конечно, было бы неплохо подумать насчет механизмов привлекательности именно областных городов. Мне кажется, это важно. Совершенно верно. И вот, когда мы спрашиваем, что делать, как бы подразумеваем вопрос и ответ на него по линии взаимоотношения человек-государство. А вот, а что же бизнес, который заинтересован в трудовых ресурсах, прежде всего, в высококвалифицированных трудовых ресурсах? И вот этот вопрос я, наверное, адресую в первую очередь Антону Валерьевичу. Вы бизнесмен-практик, у вас есть собственное дело на селе. Вот, исходя из тех проблем и тенденций, о которых мы говорили, поделитесь своим опытом. Есть ли у вас хотя бы на локальном уровне, на уровне конкретного примера, как молодых людей и вообще трудовые ресурсы закрепить на селе в регионах? Да, конечно, у нас есть практика закрепления трудовых ресурсов, молодых людей. Однако, общая тенденция урбанизации нас очень беспокоит. Те цифры, которые мы видим в результате этой переписи, они, к сожалению, хотя и вкладываются в рамки среднеевропейских, но они не очень нас радуют. Почему? Потому что мы должны, в первую очередь, еще и оценить экономики этих стран, которые дают нам эти цифры. Например, во Франции, в Англии, в Германии уровень урбанизации примерно такой же. Но специфика экономики этих государств, она отличается от специфики нашей экономики. Что касается процесса движения в город, то он очень хороший. И вот когда коллега говорит, что молодые люди, привлеченные городом Минском, переезжают и здесь как-то реализуются, это хорошо. Но должен быть и обратный процесс тоже, понимаете. Молодые люди приезжают в город, они учатся, они повышают свою реквалификацию. Будь это Минск, будь это областной центр, после этого они должны где-то продолжать свою трудовую деятельность, свою трудовую активность. И, к сожалению, село, вот, очень редко для них становится полем для продолжения своей трудовой активности. Этот процесс нужно менять. Как его изменить? Очень правильный вопрос. Конечно же, созданиями условий для работы и жизни, да. Очень многое в Белоруссии сделано для формирования качественной жизни на селе. Программа «Агрогородков» заложила прекрасную основу для того, чтобы мы имели уровень сельской жизни, ну, не очень отличным от уровня жизни городской. Причем мы должны понимать, что городской уровень жизни, он различный для, так скажем, разного уровня работников по доходам. Да, вот уровня сельского работника, жизнь в агрогородке, она примерно равняется уровню работников с такими же доходами в городе, да. Теперь, каким образом мы должны идти дальше продвигать эти агрогородки? Только одним способом. Это создание комфортных рабочих мест для сельского работника и повышением уровня заработной платы, как минимум, до уровня городского. А может быть и выше. Сегодня у нас такие возможности есть. Мы это реализуем, конечно. Потому что, во-первых, у нас сейчас происходит вообще в мире технологическая революция в области сельского хозяйства. Последние 15-20 лет очень многое в сельскохозяйственном производстве изменилось в сторону повышения производительства труда. Сейчас мы стоим на пороге уже новых преобразований. Сельское хозяйство уходит в цифру. Мы очень многие IT-решения применяем для управления и непосредственно работы в сельском хозяйстве. Это требует, конечно же, качественно новых работников. И они должны приходить в город, в село, простите, на высокий уровень заработной платы. Мы это в состоянии обеспечить. Сегодня нашим уровнем производительства труда. Мы это в данном случае... Мы это те предприятия сельскохозяйственные, которые... Дмитрий Иванович, можно я вопрос уточняю сейчас? Вот смотрите, вы говорите, он должен приходить на высокий уровень заработной платы, да? Но ни один предприниматель, ни один частный бизнес не будет просто так платить деньги и просто так заработную плату. Человеческий капитал – это активы, правильно? И он должен принести определенную прибыль. Если вы берете сотрудника, вы сразу рассчитываете на отдачу от этого профессионала. Я просто к чему? К тому, что все-таки люди всегда едут на рабочие места, на хорошие рабочие места. И вот, наверное, то, что бизнес может им предложить эти рабочие места и может предложить им эту заработную плату, не просто высокую, да, а заработанную, для того, чтобы все посчитанную, экономически выверенную. Вот это очень важно. Просто, чтобы оно не звучало отдельно от процесса. Никогда это не будет звучать отдельно от процесса, потому что, действительно, вы правильно акцентировали, заработная плата должна быть заработанной. Так я и говорю о том, что у нас сегодня есть возможности резкого повышения производительности труда в сельскохозяйственном производстве. За счет технологической революции, которая идет последние 15 лет, и за счет того, что у нас открывается возможность применения цифровых технологий, это все направлено только на одно. С одной стороны, на создание более комфортных условий труда для работника, с другой стороны, на повышение его производительности труда. У нас, согласно экономическим законам, рост заработной платы примерно коррелируется с ростом производительности труда. За счет этого мы можем повышать заработную плату работникам на селе. Но, к сожалению, о чем я хотел сказать? О том, что даже повышенная заработная плата, даже повышение комфорта трудовых мест не всегда однозначно привлечет работников туда или в ту или иную отрасль. Потому что их в какой-то момент может просто не быть. И сигналы, которые поступают, они довольно тревожные. Вот мы на прошлой неделе проводили пятую неделю белорусского предпринимательства. Традиционно уже в пятнадцатый раз накануне этой недели происходил опрос, так называемый индекс делового оптимизма, результаты которого коллег из Белтая прошу сейчас вывести на экраны. Результаты, которые были для нас и тревожными, и несли в себе большой сюрприз. Вот пятнадцатый этап. Было опрошено 521 владельцев, руководителей бизнеса ИЭП. Можете посмотреть, какие субъекты хозяйственные были подключены к этому опросу. Сразу хочу оговорить, что в опросе участвуют не только представители нашей Республиканской конфедерации предпринимательства, но и иные хозяйствующие субъекты. Мы привлекаем науку социологов к формированию тех вопросов, на которые нужно ответить. И они примерно из года в год одни и те же. Пожалуйста, следующий слайд. Давайте данные посмотрим, что мы имеем. Тот сюрприз, о котором я говорил, это один из вопросов. Назовите основные проблемы, препятствующие развитию вашего бизнеса. И вдруг неожиданно в этом году на третью строчку снизу, если вы можете посмотреть, вышла нехватка квалифицированных кадров. 54,5% предпринимателей ссылаются на это как на основную проблему, препятствующую развитию бизнеса. Ни административные ресурсы, ни зарегулированность, ни налоговая нагрузка, что традиционно у нас всегда было на первых местах, отсутствие, нехватка квалифицированных кадров. Это очень тревожный сигнал. Почему? Потому что наш бизнес, наша экономика развивается в направлении технологическом. Сейчас у нас очень востребованы кадры с достаточно высоким уровнем образования. Уровень образования, то, о чем вы говорили, он всегда должен повышаться. Востребованы те люди, которые способны переучиваться, которые открыты к чему-то новому. Ну, мобильные такие. Мобильные, да, мобильные профессионалы. И этих людей стало не хватать. То есть, действительно, с 9-го, 10-го места эта проблема поднялась на третье. О чем это говорит? Это говорит, в первую очередь, о том, что существуют какие-то негативные процессы. Либо внутри, так сказать, кадрового сообщества, да, то есть кадры у нас не, значит, трансформируются в какие-то новые свойства, да, в какие-то новые профессии. Либо у нас происходит утечка. И когда мы говорим о том, что у нас трудовая миграция происходит в стране, мы должны понимать, в каком направлении. Это трудовая миграция не только из села в город, с чего я начал. Это трудовая миграция в общем, потому что те предприятия, которые были опрошены, они в основном у нас как раз присутствуют в городах. Поэтому, коллеги, вот на этот момент мне хотелось бы акцентировать. Да, прямо затронули фундаментальный вопрос диалектики о переходе количества в качество, да. Если население у нас снижается, то мы одновременно еще и видим, что растет необходимых в качественных показателях, да, то, что говорили, квалификация и так далее. Алексей Александрович, как вы прокомментируете вот эти процессы? Статистику и вот то, что мы имеем сейчас. Для меня, например, также удивительна последняя строка, низкая покупательно способность населения. А почему вообще бизнес должен ориентироваться исключительно на внутренний рынок? Ведь экспорт – это важнейшая задача экономики. И, собственно, для чего бизнес-то и развивается. Он гибкий, он более адаптивный. Сейчас у нас, понятно, гиганты сталкиваются с массой проблем, чтобы продавать свою продукцию, товары, услуги на внешний рынок. А как раз бизнес, он может это сделать. Есть рынки, рынок тот же ЕАЭС, он открыт, пожалуйста, надо как-то думать, как продавать туда свой продукт. Конечно, это очень сложно. Более удобно ориентироваться на внутренний рынок. Вот он рядом, скажем, особенно если касается неторгованных услуг, допустим, парикмахерская. Открыл в хорошем месте магазин парикмахерскую. Вот, пожалуйста, что купят, то купят, все равно они сюда придут. А экспорт – это очень сложное дело. Но, наверное, это для бизнеса такой один из важнейших приоритетов, что ли. Не так сказать, что для самого бизнеса, а с точки зрения государства, чтобы побуждать бизнес какие-то, может быть, предоставлять возможности бизнесу, льготные или консультативные, чтобы бизнес ориентировался именно на внешние рынки, создавал нам экспорт. Когда традиционные, скажем, источники экспорта иногда буксуют в последнее время. Ну, а по поводу квалификации, конечно же, меняется жизнь. И квалифицированные работники, я уж не знаю, как в сельском хозяйстве, но, по крайней мере, в современной промышленности, если мы говорим, допустим, о парке Великий Камень, о других наших компаниях, которые, в общем-то, известны своей продукцией в мире. Да, очень высокие стандарты. И, естественно, наверное, даже учебные заведения зачастую несколько отстают в плане подготовки тех квалифицированных кадров, которые, в общем-то, способны создавать современные продукты. Вот, там и сочетание и компьютерных средств, и электроники, и всего такого разного совершенно разные. Боряна Кедина, у нас есть проблема с подготовкой квалифицированных кадров, которые бы отвечали запросам бизнеса? Бизнес, который хочет работать на качественно новом уровне. Я просто немножко по-другому предложу посмотреть на эту проблему. Во-первых, для того, чтобы проблему решать, ее нужно всегда вычленить, правильно? И правительство эту проблему знает, и государство над этой проблемой работает, и эти программы занятости, которые верстаются на протяжении многих-многих лет, всегда ставят задачу, среди которых обязательно есть ликвидация асимметрии распределения трудовых ресурсов, для того, чтобы это было равномерное распределение. Это обязательно подготовка квалифицированных кадров, и более того, те национальные стратегии устойчивого развития, которые разработаны в стране до 2030 года, и сейчас правительство принимает до 2035 года, особое внимание этому уделяет. Потому что, если вспомните, Пятое Всебелорусское народное собрание среди пяти приоритетов есть молодежь и есть занятость, но эффективная занятость. Потому что, в общем-то, во всех государствах ставят проблему о том, что неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике. Если человек сегодня хочет работать, а государство не предоставило ему возможности, мы теряем человека день. И поэтому правильная экономика должна всегда предусматривать добровольное и эффективное использование работника. Даже сейчас, вот в этой национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года есть специальный раздел, который называется «Новая парадигма качественного развития человеческого потенциала». И проблема как раз, и внутренние ресурсы перераспределить. Что касается села, мы не можем терять сельские территории. У нас Беларусь настолько с развитым сельским хозяйством, посмотрите, наша академия в горках, наши специалисты, ведь специалисты зоотехники, агрономы, они же пользуются огромным спросом на территории за пределами, правда? Второе, у нас все-таки инфраструктура постоянно развивается. И агрогородки, и сегодня идет развитие инфраструктуры для людей. Когда поедут люди туда? Когда будут хорошие дороги, когда будут сообщения, когда будет не только условия для работы, то есть производство должно быть вынесено за пределы крупных городов, но и когда будет инфраструктура для жизни, детские сады, досуг тот же самый, это все нужно. Мы же хотим, чтобы молодежь туда ехала, молодежь не поедет там, где только поработала и сделала жизнь спать, правда? То есть должно быть все сделано. И жилищная проблема должна быть решена. Поэтому, конечно, для нас потеря сельских территорий – это просто даже вопрос, который не должен рассматриваться. Есть специальные программы, которые нацелены на развитие этих территорий, и они тоже и в стратегиях, и в программах имеются. Что касательно анкетирования, или что это было, обследование какое-то, да? Да, это было обследование. Вы знаете, ведь сегодня тоже не секрет два момента. Первое, что если, например, бы опросили, взяли выборку по молодежной среде, то, в принципе, на первое место молодежь никогда не ставит уровень заработной платы. Они понимают, что ты все равно должен как специалист расти. Но на первое место всегда ставятся перспективы. Перспективы карьерного роста и перспективы обучения. И поэтому, если эти перспективы предлагаются, то думающий человек, который видит себя в развитии, он, естественно, пойдет на это рабочее место. Там, где есть профессиональная подготовка. Посмотрите, вот сейчас было съезд ФПБ, да? Звучало, и президент же подчеркивал, что обучайте людей. В каждом контракте всегда есть обязанность нанимателя работать по повышению профессионального мастерства, отправлять его на курсы и так далее. Не только резерв кадров, а всех работников. Все ли это делают? Ответ очевиден. Но это нужно делать. Вот вы сказали, у нас союзное государство, да? Вот я работаю в представительстве посткома. Самое главное завоевание – это отсутствие границ. Но мы знаем, что и уровень заработных плат может розниться, и, естественно, то, что сегодня не только Беларусь, а все заинтересованы в высококвалифицированных кадрах. У нас очень много денег и очень много сил вкладывается в государство на подготовку человеческого капитала. Но когда этот человеческий капитал сформирован, и он заканчивает учебу, ведь у нас начинается сразу тогда охота за нашими специалистами. С одной стороны Запад, с другой стороны Восток. И мы на этом геополитическом, географическом месте, получается, должны удержать свои кадры, создать такую схему экономическую и социально-экономическую для того, чтобы удержать наши кадры здесь. Потому что, естественно, хоть Наполеон и говорил, что любовь к родине – это первый признак цивилизованного человека. Но вместе с тем мы тоже прекрасно понимаем, что условия должны быть созданы и для роста. Поэтому вот это чрезвычайно важные вещи. С другой стороны, вузы наши, вот вы говорите, например, в Могилеве есть уникальный вуз по союзной программе Белорусско-Российский университет, который обучает и по российским программам, и по белорусским программам. Нужно использовать то, что мы имеем в стране. У нас очень много всего. И вот, допустим, недавно мы с министром образования говорили, недавно, в прошлом году буквально закончился проект. Для того, чтобы повысить качество образования, более двух миллионов долларов за счет союзной программы истрачено на то, чтобы сделать новые лаборатории, закупить новое оборудование, новые программы. То есть для того, чтобы инженерные кадры обладали высоким потенциалом. Нужно только это взять правильно и правильно нацелить себя. Поэтому, естественно, то, что у нас есть в стране, это просто нужно грамотно использовать. И очень хорошо, когда предприниматели, не только предприниматели, но я просто говорю государственные само по себе, но хорошо, когда и частный бизнес уже интересуется кадровой подготовкой. Ведь сегодня правительство записало даже в национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года положение о том, что мы должны создать национальную платформу не только выявление талантливой, творческой молодежи, но и создать специальные программы по их развитию. То есть мы сами должны формировать свой человеческий капитал. Кстати, по человеческому капиталу, насколько я знаю, вместе со Всемирным банком впервые готовится, ну, созданную какую-то рабочую группу или комитет, и Беларусь будет как раз участвовать уже в подведении рейтинга по человеческому капиталу, индексу человеческого капитала. Будет тоже интересный процесс, потому что там от нуля до единицы, я знаю, что там вроде 0,72 или 0,75 в России, в Литве 0,71 уже есть, они уже по 2018 году, у них есть какой-то результат. Это тоже для нас будет определенный такой индикатор для того, чтобы мы могли расставлять векторы действий. Я хочу поддержать Мариану Диновну. Дело в том, что у нас действительно созданы все условия для формирования современного и качественного кадрового ресурса. У нас система высшего и профессионального среднего технического образования сохранилась в отличие от многих наших соседних государств на постсоветском пространстве. Мы сумели сохранить эту систему, и у нас действительно в каждой области работают высшие учебные заведения, среднеспециальные учебные заведения, они каждый год выпускают квалифицированные кадры. Действительно это так. Кроме всего прочего, вы сказали, поедут, когда в селе будут хорошие дороги. У нас уже хорошие дороги в селе, понимаете? У нас программа агрогородков создала жилищный фонд, который, к сожалению, сегодня используется не совсем теми людьми, которые должны работать в сельхозпредприятиях. Значит, в чем проблема? Проблема, в первую очередь, в самих сельскохозяйственных предприятиях. И когда вы говорите, что мы не имеем права потерять село, вот 22,5%, а может быть и больше людей, они поддержат вас очень горячо. Мы еще возраст спросим, да? Абсолютно правильно. Село мы не имеем права потерять, потому что оно у нас сохранилось, и огромные инвестиции государство произвело в поддержание. Теперь мы смотрим опять вопрос, а как это сделать? Только созданием комфортных, высоко квалифицированных рабочих мест с высокой производительностью труда, обеспечивающих высокий уровень заработной платы. Это вопрос к сельскохозяйственным предприятиям. И мы у нас в комитете готовим такую проектную программу по преобразованию системы управления сельскохозяйственных предприятий с целью привлечения самых лучших и самых квалифицированных кадров, чтобы они у нас приходили в реальный сектор производства. Они были, так сказать, источником для пополнения кадровых ресурсов соседних стран. То, о чем вы говорили. Действительно, мы их готовим, мы их учим. Потом они очень востребованы во всем мире, и на Западе, и на Востоке. Посмотрите, что, например, происходит в Могилевской области, которая сократилась. У нас в сельском населении. Она не только сократилась. Простите, восточные регионы Могилевской области, например, Мстиславский район, они полностью работают на территории Российской Федерации. Сегодня крупная компания, Мираторг, присылает автобусы в город Мстиславль, где каждый день забирает от 60 до 100 работников, а, поверьте, это лучшие работники, и просто их везет на территорию России. Они там работают. Этого быть не должно. Почему? Потому что это потери для нашего, в том числе для нашей экономики, в том числе для нашего бюджета. Мы этих людей воспитали, вырастили. Сейчас они работают там. И это основное завоевание в отсутствии границы немножечко нам, вот как бы, вредит. Понимаете? Почему? Потому что у нас в союзном государстве свободное перемещение трудовых ресурсов. Но вот когда мы говорим о программах, вот извините, что я перебиваю, да? Но мне просто пока вот не забыла мысль такую. Вот предприниматели очень хорошо знают эту проблему. Но когда касается вопрос разработки программ, то почему-то эти программы разрабатывают в основном только государственные органы. Ну сделайте бизнес-модель молодежной занятости. К сожалению, у нас предпринимательство в Белоруссии находится в состоянии, в общем, не очень активном. Понимаете? Мы занимаемся постоянно пропагандой движения, пропагандой объединения предпринимателей в различные конфедерации, союзы. Это цивилизованная форма диалога между бизнесом и властью. Все абсолютно вопросы, стратегические, средние, так сказать, уровни, они должны решаться через представительство предпринимателей. Понимаете? Другого пути нету. Не может отдельно взятый предприниматель формулировать свои проблемы и писать каждый в администрацию президента, да? У нас в конфедерации действуют сотрудники, которые профессионально занимаются подготовкой, формулированием вопросов, исследованиями, юристы, которые формулируют наши предложения, в том числе и в процессе общественного обсуждения различных законодательных актов. Очень активно с нами работает Министерство экономики, где мы участвуем в Общественном координационном совете. Активно работает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, да? Но есть такие министерства, которые совершенно игнорируют нашу активность. Это, например, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Мы не можем включиться в координационный совет уже полтора года, понимаете? То есть, когда мы говорим о том, что, к сожалению, предприниматели не всегда активно участвуют в формировании повестки дня, есть государственные органы, которые игнорируют активность предпринимателей. Вот не поверю. Вот возьмите один единственный пример Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Абсолютно закрыто для диалога с предпринимательским сообществом. Кто кому отказал? Вообще... Не знаю, знаю, вот уже несколько министров сельского хозяйства, открытые люди. И всегда же интересно, что... Значит, сообщу вам, мы написали в общей сложности четыре письма о включении нашего представителя в ОКС при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Первое письмо было написано более года назад. Никакого движения по изменению состава и включения нашего представителя нет. Чем занимается... А он знает этого представителя? Знает? Это активный человек с позицией... Понимаете, в чем дело? Должна быть представлена конфедерация. А конфедерация уже делегирует того человека, который сочтет достойным, да? Который сочтет полезным для работы общественного координационного совета. Но, с другой стороны, нас не включают в общественного координационного совета. И что мы смотрим по отчету о работе этого общественного координационного совета? В прошлом году он собирался два раза. В 2019 году оба... Два заседания всего. Оба раза обсуждалась одна и та же повестка. А именно правила ведения главной бухгалтерской книги крестьянско-фермерского хозяйства. Ну, коллеги, это смешно. Понимаете? То есть, это вопиющий пример того, как госорганы, о чем вы, Марьяна Акендиновна, так сказать, засомневались, да? Не хотят поддерживать этот диалог. Что мы имеем в результате? Мы имеем Мстиславский район и массовый отъезд ежедневно работников на территорию Российской Федерации для работы в... Антон Иванович, у меня есть предложение сразу. Да. Понимаете, что, ну, действительно, я очень вот сомневаюсь, потому что, вот когда мы начинаем работать так, что я написал, ну, не вы, естественно, да, что мы написали письмо, ответа нету, мы кого-то делегируем. Но всегда нужны коммуникации, да? Это вот мы как социологи можем подтвердить, что все равно нужно общение, да? Должно быть социальное действие какое-то. Что мы предлагаем? Два момента. Первое. Значит, почему мы сразу берем министерство? У нас предприниматели работают в регионах, на конкретных территориях. У нас есть региональные группы. У нас Могилев, вот мы про сегодня много говорим, разрабатывает стратегию устойчивого развития Могилевской области вместе с партнерами, которые работают. Они туда включены или нет? Второе. Вот Александр Сергеевич возглавляет экономическое направление среди гражданского общества партнерской группы, да? И он входит в состав работы вместе с Советом по устойчивому развитию и непосредственно участвует в разработке национальной стратегии устойчивого развития 2035. Вот об этом есть информация или нет? У нас есть такой скрабовский, который постоянно в бизнес, да, в бизнес собираются большие конференции, форумы, идут предложения. Вы там участвуете или нет? Эти предложения есть или нет? То есть, ну, под лежачий камень вода не течет. Я к тому, что возможности сегодня есть. Это ни в коем случае не упрек, ничего. Я просто призываю к тому, что даже вот по этому каналу, вот по диаметру этого нашего круглого стола с Александром Сергеевичем можно порешать этот вопрос через него. Потому что он сидит буквально в одном зале на совещании, где заместитель министра сельского хозяйства эти вопросы решаются элементарно. Поэтому просто призываю. Думаю, коллеги, углубляться уже не будем, но я думаю, проблем с мест, сигнал с мест услышан, дорожная карта предварительно намечена, мы можем заработать. Я, может быть, тут хотел пару комментариев, все-таки немного вернуться к тому, с чего мы начинали, с урбанизации и вообще как бы с города и села. Потому что мне кажется, что, ну, вот как-то и эта перепись показала, и жизнь показывает, что, ну, ведь как мы определяем вообще уровень урбанизации? У нас есть национальное определение. Вот у нас есть такие территории, которые исторически получили статус города или городского поселка, и, как бы, ну, в них сейчас живет людей, как, ну, в такой, как бы, некрупной деревне Минского района. И если мы посмотрим вообще, как бы, на данные, ну, последние данные, которые были детальные по населенным пунктам на 1 января 2019 года, и возьмем критерии бюро переписей США, когда городским поселением считается поселение с численностью больше 2,5 тысяч человек, то по этому критерию у нас в городах окажется на 66 с небольшим тысяч меньше, чем, ну, вот, по текущей статистике. Но давайте посмотрим с обратной стороны. Давайте посмотрим вообще на, ну, к сожалению, вот такой детальной статистике перепись даст вот туда. Сколько у нас людей живет в сельских населенных пунктах, которые называются сельскими, но по факту являются не просто городскими, а, ну, такими средними по белорусским размерам городами. Ну, например, вот у нас мой любимый пример в последнее время есть такой агрогородок лесной, вот, Боровляный. То есть в агрогородке лесном проживает 52 с лишним тысячи человек, понимаете, ну, это даже смешно. Вот такая деревня, сельский населенный пункт. И мы, получается, говорим о том, что вот люди, как бы, имеют льготы определенные, как бы, да, то есть вот, а те же городские жители, вот, опять же, что такое город? Это там, где есть определенное качество жизни. То есть, соответственно, ну, вот, урегулировать эти вещи, пересмотреть определение, мне кажется, что это очень сильно назрело вообще. То есть подумать над критериями определения городской местности, пускай, там, я не знаю, Любча называется городским поселком, нет проблем, но по факту это сельская территория. То есть, ну, и не только. Значит, это такой, как бы, первый пункт, то есть, как бы, ну, вопрос эффективности распределения ресурсов государства, потому что любые льготы, это, в общем-то, бюджетные деньги. Второй момент, когда мы говорим про миграцию, Мстиславль, то есть, понимаете, вот, я уже был, начал думать, что мы уходим в такую плоскость анекдота, вот, помните, про Вовочку, который там говорил, хочу в Советский Союз, вот, как бы, да, это хорошо, что мы не уходим в эту плоскость, все-таки проблемы есть, да. И проблема с кадрами, вот, нехватка квалифицированных кадров, понимаете, что тревожно именно в этом опросе. То, что в этом опросе, вот почему здесь, допустим, низкая покупательная способность населения отмечена. Ну, дело в том, что в нем опрошено довольно много и пешников, и микропредприятий. А это компании, которые, ну, по определению работают на внутренний рынок, они не занимаются экспортом, ну, то есть, как бы, они слишком маленькие. То есть, средние компании, это те, которые в большей степени работают на экспорт, часть малых. Но на самом деле, как бы, именно для них, вот, для малых и средних уже более актуальна кадровая проблема. И то, что это выходит в опросе, в котором, в общем-то, ну, минимум, ну, там, я думаю, процентов 70 выборки составляют и по и микропредприятиям, это, в общем-то, уже тревожный звоночек. То есть, несмотря на то, что наши прекрасные вузы, которые выпускают людей и так далее, у нас оказывается, что кадров не хватает. Значит, проблема есть. Если у нас Мстиславский район работает в России, слава богу, что он там работает, а не просто ходит и просит, как бы, государство дай пособие. То есть, и не едет в Минск протестовать, правильно? Или не протестует на месте, не едет в Могилев протестовать. Это люди, которые решают проблему и приносят деньги в конечном итоге, в том числе в местный бюджет и в республиканский бюджет, через НДС и все остальные вещи. Возникает вопрос, почему не растет бизнес вокруг этих людей, которые тратят свои доходы, пока еще в Мстиславле. И здесь есть вот ключевая вещь, о которой Марьяна Акиндина начала говорить. Эта вещь, это не только комфортные рабочие места. Вы можете создать на селе прекрасное комфортное рабочее место для молодого человека, значит, вот, как бы, мальчика или девочки, неважно, одинокого, незамужнего, да, как бы, до тех пор, пока этот человек не женится или не выйдет замуж, и у него не появятся дети. Как только появляются дети, возникает вопрос. Даже не детского сада, у него там бабушка есть, как бы, да, там, которая уже успела выйти на пенсию, допустим. Может, не успела, но готова где-то, где-то близко. То есть, а школа, а сразу же начинает вопрос медицинского обслуживания. Где у нас в сельской местности доступные высококачественные места, где люди могут, в общем, хотя бы сходить на прием к врачу. То есть, тотальная нехватка вообще, именно поликлиник, больниц в малых городах сельской местности. То есть, все это сконцентрировано в Минске, крупных областных центрах. Речь идет о доступности, в первую очередь, школ с хорошим уровнем образования. Мы видели по ПИЗе, какой большой разрыв между сельскими школами по качеству подготовки, городскими школами и школами города Минска. То есть, ну, как бы, там, понятно, что мы говорим про средние. Вот, то есть, получается, что вот и это уже сфера ответственности государства, и это уже региональное планирование, сертиферальное планирование. То есть, так или иначе, мы всегда выходим к этой проблеме регионов. То есть, она, как бы, у нас вообще камень преткновения. И я абсолютно согласен вот с этой цитатой про то, что любовь к Родине – это признак цивилизованного человека. Вот здесь у нас, по-моему, радикальная недоработка. То есть, как бы, вот, как бы мы, как-то вот наша нынешняя идеология государственная, она не… Ну, в общем, люди как-то плохо любят Родину. То есть, да, любят, как бы, говорят, да, вроде все хорошо, но, тем не менее, собрались и уехали. То есть, почему вот мы не просыпаемся с улыбкой и не думаем, как хорошо, что еще один день, ну, я просыпаюсь хорошо, но другие не просыпаются. Почему еще один день, вот как здорово, что я вот на Родине, а не где-нибудь за границей там. То есть, это большая задача, на мой взгляд, и это, ну, как бы, большая недоработка – вот выковать вот эту любовь к Родине. И тогда, в общем-то, и люди будут иметь, кроме материальных стимулов, кроме стимулов качества жизни, будут иметь еще дополнительный стимул создавать это все. То есть, мне кажется, что, ну, а здесь, знаете, без такой нормальной национальной политики, ну, сложно с этим будет работать. Ну, вот, единственное, что как-то вот так резко идет, да, это то, что, вот опять мы говорим, государство должно, национальная политика. Я приведу один пример, да, ведь, в принципе, это все зависит от каждого из нас. Я сейчас была на встрече с трудовым коллективом в первой гимназии города Минска. Ученики 4-го Г-класса, каждый написал, ну, наверное, вместе с родителями, о своих бабушках и дедушках, которые воевали или жили в годы войны. А родители издали книгу, и есть книга 4-го Г-класса, «Беларусь помнит» называется, но каждый рассказал о своих. Понимаете, ведь патриотизм, он же воспитывается в семье, в обществе. Это такая деликатная материя, ее нельзя насадить сверху. Вот, поэтому эти дети и родители, они уже, понимаете, ну, это понятно, что это наши люди, да, это ясное дело. Поэтому и по селу, вот вы говорите, школы, там, объекты здравоохранения, ну, это тоже должно быть рентабельно. Ну, по настрою, ты что, они будут пустовать, и будут учить ли с тремя учениками. Безусловно, что-то не везде. Вопрос логистики. То есть здесь... Да, так мы же вопросы поднимаем, что логистика, да, да. Это та часть, которая зависит от государства. Вот в этих стратегиях то, что мы и пишем, что должны быть разработаны вот такие вот. Почему и пишет в документе основной такой посыл о том, что должны быть созданы посылы, разработаны экономические механизмы и прочее, для того, чтобы моделировать вот это распределение трудовых сил и обеспечить эту мобильность. Ну, у меня вот, я извинюсь, маленькая ремарка только вот по поводу того, я абсолютно согласен, это как бы вопрос семьи, в первую очередь, и воспитание, как бы, да, как бы семья, общество. Но я говорил в первую очередь, понимаете, вот про осознание того, кто я есть, осознание того, что я белорус. А как это приходит осознание? Хотя бы, ну, то есть банально через любовь к своему языку. У нас люди, большинство детей, подавляющее большинство детей начинают слышать белорусский язык, как иностранный язык в школе. Это беда на самом деле. И вот в этом направлении мы как бы... Следующая тема, когда у нас данные будут в сентябре, но, коль скоро за нашим круглым столом уже несколько раз прозвучало семья, дети, да, это тоже важный вектор исследуемой нами проблемы, да. Я вот, Александр, у меня в руках исследование, которое проводилось у вас, да, об семейных ценностях, об отношении к детям. В 2018 году, да, вот, смотрите, что коллеги видели, об отношении к детям. Большинство людей считают, что ничего не может быть важнее материнства, 84%, и отцовство, 77%. Из тех, кто планирует иметь детей, 62% нацелены на двоих, 15% на троих и так далее, да. Вот. Облако тегов в середине дети, семья, семья. А статистика показывает, что население, ну, все-таки сокращается, да. У нас были, Николай, да, годы, когда оно даже... Были значения динамика к увеличению, но все же вектор есть. Как при таких исходных ментальных данных все же мы имеем статистику ту, которую имеем? Не, ну, знаете, тут хорошо. Ну, конечно, можно сказать, вот если мне дадут много денег, ну, я тогда подумаю, да. Вот многие сводят это к меркантильному. А дайте мне больше материнского капитала, а дайте мне это, дайте, дайте, дайте. Ну, наверное, речь не только в дайте. Ну, позвольте, я скажу по поводу материнского капитала. Вот мы видим на примере соседнего государства, что материнский капитал растет постоянно. И сейчас, по-моему, на днях принято решение президентом России о введении материнского капитала при рождении первого ребенка, да. К сожалению, та статистика, которую демонстрирует соседнее государство, значит, показывает, что увеличение материнского капитала не всегда ведет к увеличению рождаемости А и не всегда ведет к увеличению рождаемости в тех социальных группах, на которые мы рассчитываем Б. Понимаете? То есть увеличение рождаемости среди, так сказать, социально неблагонадежных части общества нас совершенно не интересует, потому что они нацелены на материнский капитал. Значит, таким образом, материнский капитал, то есть материальная составляющая, Александр Сергеевич, я поддерживаю в этом вопросе очень горячо, не может являться драйвером этого процесса, не дадим, то есть если мы дадим столько денег, сколько попросят, мы не получим, значит, того результата, на который мы рассчитываем, да. Как сказано, даже если вы соберете 9 беременных женщин, они вам не родят ребенка через месяц, понимаете. Вы должны этот процесс вести, во-первых, поступательно, во-вторых, сбалансировано, о чем мы говорили, да, значит, должен быть баланс социальный и экономический, то есть экономическая составляющая и социальная составляющая должна быть сбалансирована, тогда мы получим тот результат. В Беларуси, на самом деле, ситуация в плане любви к родине и самоосознание себя как частью именно белорусского общества более-менее благополучная, она гораздо лучше, чем в соседних государствах, которые раздираемы, так сказать, межнациональными противоречиями, Россия с их противостоянием между центром Кавказа и, так сказать, не будем углубляться, Украина и так далее, понимаете. В Беларуси эта позиция, она не критическая. Надо просто планомерно двигать экономику, очень планомерно двигать экономику, потому что в этом балансе между социальным и экономическим, социальное очень сильно вырвалось вперед. Что касается трудовых ресурсов, я хочу сказать, Марьяна Акиндиновна говорила, что каждому человеку нужно предоставить возможность труда в сельской местности, но мы часто очень сталкиваемся с другим, с другой ситуацией, когда предоставление человеку трудового места, забота государстве о занятости каждого человека имеет обратный эффект. Человек не хочет, работник не хочет переходить на более высокооплачиваемую работу в частной структуре. Почему? Потому что он очень комфортно себя чувствует в рамках государственного предприятия, где он работает, там, скажем, создает видимость некую работы, где он, так сказать, пользуется благами и защищенностью и вовремя получает заработную плату. Зачем ему переходить с 500 рублей на 1000, когда он ему и так хорошо, понимаете? Поэтому здесь нужно понимать, что забота не должна быть, во-первых, так сказать, навязчивой, то есть не надо всех абсолютно пытаться осчастливить. Во-вторых, она должна быть избирательной. И сейчас, когда мы говорим о селе, мы должны в первую очередь посмотреть, как работают наши сельскохозяйственные предприятия. Почему, по данным Белста, у нас без господдержки более 60 сельскохозяйственных предприятий убыточны? Кто создает эти убытки, кроме как работники этих сельскохозяйственных предприятий? Не государство же, которое постоянно поддерживает, тратит огромные деньги на бюджеты, на поддержку деятельности этих предприятий. — Я полностью поддерживаю. Мы уже вокруг этой темы так основательно походили. Все-таки у нас времени уже мало осталось. — Зависли, мне кажется, мы на теме. — И я вот хочу все-таки к Мариане Акиндиновне, как к союзу женщин, чтобы она ответила именно тот вопрос, который я поставил. Потому что здесь мы, в случае, рациональные, а здесь аргументы. А тут какой-то вопрос сенсорики какой-то, может быть, интуиция. Хотя я уверен, у вас, Мариана Акиндиновна, данных статистических выкладок полно будет. — Ну, вы знаете, что они тоже спорные, потому что мы же тоже прекрасно понимаем, даже если мы социологические исследования проводим, проводим опросы, все зависит от выборки. Мы можем получить любой результат в зависимости от выборки, кого мы будем опрашивать. Поэтому, вы знаете, здесь, наверное, мы опять-таки должны вернуться к нашим предкам и сказать, что традиционно традиции семьи, семейное воспитание, вообще наша традиционная семья, это никогда не было связано с высоким материальным доходом. Наши бабушки имели по 4-5 детей, и не потому, что на грядках надо было кому-то работать, как иногда говорят, а это было традиционно. Семейные ценности нельзя покупать. Любое пособие, как говорит наука, работает ровно 2 года. 2 года оно срабатывает. Потом к нему привыкают и уже говорят, что нет. — Таким надо. — Ну, смотрите, у нас 11 видов пособий для семей. У нас детский сад оплачивается только 100% за питание, да? Но вместе с тем ребенка, все требуют, чтобы воспитатель ребенка к школе подготовил в 6 лет, что это он не готов, и чтобы он был чистый, здоровый. Сколько мы претензий слышим. Оплата вообще мизерная. Еще идет массовый год по освобождению. То есть сегодня государство сделало очень много для того, чтобы у нас действительно был человеческий капитал и поддерживать семью. Но сегодня у нас должны быть внутренние установки в семье. Должно быть желание. Ведь посмотрите, у нас сдвигается возраст рождения первых детей почти 27 лет. Никогда же такого не было. 27 лет первый ребенок только рождается. Почему-то сейчас опять-таки сначала давайте мы построим квартиру, сделаем карьеру, потом родим ребенка. Но сделать карьеру и построить квартиру можно в любом возрасте, да? Ну, я так утрирую, конечно, немножко. Но проходит определенный возраст рождения ребенка невозможно. Конечно, 3% сегодня это бездетные. Это не бездетные, это те женщины, которые сегодня не могут родить по состоянию здоровья тоже. Поэтому сегодня говорится о том, что надо поддержкой для того, чтобы ЭКО они могли сделать, если у них есть такое желание. Когда мы говорим о семье, ведь, кстати, вот пускай у нас мало родилось сейчас детей, где-то 88 тысяч, да, по-моему, за прошлый год. Но вторые и первые, в принципе, они в одинаковом, где-то по 34-35 процентов, да? То есть у них одинаковое количество. Но вы сказали сегодня еще одну цифру, что много женщин в Минске. Но в Минске никогда не было такого провала по коэффициенту рождаемости. Один из самых низких коэффициентов рождаемости в столице города. Такого никогда не было в столице страны. Поэтому сегодня, конечно, количество детей, это все идет от установок мамы и папы. Сегодня, конечно, должна быть определенная какая-то поддержка студенческих семей. Потому что мы встречались со студентами, они говорят о чем. Они говорят, что, конечно, женятся люди, создают семьи. Конечно, есть вопросы там по жилью. Какая-то поддержка должна быть, ну, кроме родительской, да? Потому что вот эта фраза, что что за родители, которые детей до пенсии не дотянут, она же не должна нас касаться сильно-то. Поэтому надо рассчитывать на свои силы. Но, в принципе, сегодня тоже и студенты, и те социологические исследования, которые мы проводили, показывают о том, что дети желанны в семье. Но сегодня у нас столько много возможностей предоставляется, что человеку хочется охватить все. И поэтому, конечно, кроме инфраструктуры, которая сегодня предложена, должно быть осознанное родительство, то, о чем говорят. А, к сожалению, иногда это сдвигается на край. У нас замечательный Белстат, он проводит очень интересные вещи. И вот они провели многоиндикаторное кластерное исследование. И по результатам его, значит, они опросили, ну, девочек, женщин в возрасте с 15 до 49 лет. Об их намерениях, о намерениях родить ребенка. Так вот, эти намерения, которые еще, может быть, там через 2-3 года, высказали только чуть более 36% женщин. Более 50% вообще скажут, что максимум один ребенок и все, да? 5% вообще не видят семью с детьми. То есть сегодня вот эта семейная политика, политика не только воспитания в семье, но воспитания и в школе. Кстати, вот учителя говорят, такой был прекрасный предмет, как называется, этика и психология семейной жизни, да? Это вот взаимоотношения, отношения, само понятие о браке. Нужно больше внимания уделять тому, как строить отношения в семье. Не обязательно, что по первому разу, там, собрал чемодан и ушел, да? Обиделся. Потому что семья – это огромный труд. Семья – это терпение. Семья – это надо уметь принимать личную территорию партнера. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что надо бы увеличить рождаемость, мы должны понимать еще, что дело не в количестве, дело в качестве, да? Дело в том, что это должен быть в перспективе человеческий капитал. Сегодня, может, и не надо будет столько рабочих рук, потому что сегодня и цифровизация идет, да, идет. Мы говорим, что робототехника развивается и так далее. И будет в течение времени количество рабочих мест уменьшаться для физических лиц. Но мы должны понимать о том, что все-таки, если нет населения, своего населения, то государство не будет иметь перспективы развития. И вот здесь вот, Марьяна Гендиновна, Николай Николаевич, я уже дам ближе к концу. Вот, отталкиваясь от вашей последней фразы, вот какая мысль, что демографические процессы таковы, что рано или поздно у нас станет вопрос нового социального контракта. Если трудоспособных становится меньше, пожилых больше, то это отражается на пенсионном обеспечении. О том, что этим вопросом предстоит заняться, говорили давно. И вот президент на съезде ФПБ еще раз артикулировал этот вопрос как проблему. Проблема непростая. Марьяна Гендиновна, вы изучаете этот вопрос давно, и накопительные пенсии, и страховую медицину. Какие у нас здесь есть за и против, в нашем случае, в белорусском? Ну, давайте я не буду трогать здравоохранение, страховую медицину. Да, это немножко другой трек у нас. Ну, я хочу вот еще к предыдущему посылу вернуться, о том сказать, что вы знаете, что у нас прекрасное государство и прекрасные люди, да? И мы любим свое государство. И на самом деле, почему мы можем... Даже есть специальные программы по возврату соотечественников, и они будут еще разрабатываться. Будут специальные программы для того, чтобы, как во всем мире, для того, чтобы к себе пригласить специалистов, в которых нуждается страна и так далее. Но почему мы говорим о своем населении? Потому что вот если у нас идет год малой родины, да, то все равно человек, который любит свою землю, и человек, который вырос на этой земле, а может быть и не вырос, а может быть только приехал сюда в молодом возрасте, а его подняли на этой земле, понимают и прекрасные условия, то он всегда будет отдавать по-другому. Не просто ради того, чтобы работать, там, благосостояние определенное увеличивать, но и для того, чтобы что-то дать стране для развития этой страны. И вот посмотрите, сейчас действительно возникла такая ситуация, что количество пенсионеров у нас достаточно большое, и Беларусь входит в понятие «старые страны». Да, оно уже получается более 13%, у нас более старше 65 лет, а страна считается старой, по-моему, 8%, да, если я не ошибаюсь, я уже не... Но, понимаете, ведь государство все время гарантирует выплату пенсий и ее рост. Но это сейчас вот постоянно звучит, опять-таки вот принимали бюджет, то есть уже фонда социальной защиты не хватает, и идут дотации государства. И не случайно президент сказал, что нужно разрабатывать другой подход, нужно все-таки переориентировать население на накопительные системы, а мы всегда выступали за то, чтобы это было добровольное накопление, потому что для того, чтобы это было обязательное, необходимо, чтобы были финансовые рынки, кто-то должен взять эти деньги, он должен их инвестировать в проекты, инвестиции должны вернуться с прибылью, и у человека должен расти доход, он должен быть в этом уверен. За это должны кто-то отвечать, да, то есть должны быть какие-то определенные такие рынки, которые будут это делать, фонды. Это, я думаю, будет очень долгосрочный процесс, потому что нужно понимать, что как только поменяется система, а у нас уже, ну тоже, грубо будем говорить, 2,5 миллиона пенсионеров имеются, при любом пересмотре, если это будет в пользу человека, должны быть пересмотрены все пенсии, всем людям должно быть, это стоит денег. Поэтому, конечно, всегда стоит самый главный вопрос, где взять деньги. Мы сегодня можем критиковать о том, сказать, что большая нагрузка на нанимателя, мы можем сказать, что пенсии сегодня хотелось бы, чтобы возрастали и так далее, хотя с фонда соцзащиты и пособия все платится с одного источника, да, но сегодня государство взяло это на себя, и эта солидарная система себя оправдывает, потому что у нас есть государство, которое выступает гарантом благосостояния людей. Но то, что нужно идти дальше, и надо разрабатывать и прорабатывать варианты, совершенно верно, президент на это обратил внимание, потому что нужно идти каким-то своим путем, как это будет решаться. Опять-таки, это за год не сделаешь, но приступать к этому надо, включая науку. И я хочу еще один момент здесь отметить, то, что люди, которые работают в пенсионной системе, это я беру уже по опыту работы в Министерстве труда и социальной защиты, о том, что это штучные специалисты, высококвалифицированных специалистов, которые понимают эту систему и по горизонтали, и по вертикали, их очень немного, их надо беречь. У нас сегодня, к сожалению, никто их не готовит, таких вот действительно с серьезной подготовкой. Поэтому, конечно, надо, чтобы они в этом деле обязательно участвовали. Чисто теоретически к этому делу никак не подойдешь. И, знаете, подход, который иногда говорят, ну давайте попробуем, да, но не получится, поменяем, а нельзя пробовать на людях. Можно пробовать на каких-то других процессах, но если это касается людей, это должно быть гарантировано с позитивным, с хорошим результатом. Поэтому государство всегда гарантирует человеку хороший исход, правильно? И оно должно предложить, естественно, определенный механизм. И вот еще один момент. Я хотела бы обратить внимание на… Вот мы говорили о высококвалифицированных кадрах, эта тема тоже часто звучит, но если мы берем стратификацию общества вот по уровню образования, да, вот эти страты берем, и берем вот эту мобильность, то как раз в отличие от других государств у нас нету жестких мембран между этими стратами. Их просто нету. Беларусь отличается тем, что любой человек, если у него есть претензии на свое развитие, у него есть видение на свои перспективы, через резерв кадров, через молодежный парламент, у него есть все возможности. Но мы сегодня должны понимать о том, что конкурентноспособность человека, свою конкурентноспособность, он должен обеспечивать сам. Ему никто ничего не должен. Если у него есть желание, сегодня возможности есть. Обучение через нанимателя, обучение через академию управления, обучение через массу вузов. Пожалуйста, можешь получать образование. Но у нас есть еще один момент. Вот посмотрите, я не знаю, не берусь, но вот я читала Андрея Паршева книгу, и там он приводил такой пример, что, например, в США, его пример, значит, что в США, допустим, первый курс отучился студент, а потом он берет целевой кредит на свое обучение. И если, по его данным, в медицину пошел работать специалист, то для того, чтобы отбить этот кредит, он будет более 10 лет отдавать этот кредит. То есть более 10 лет, ну, отчетко пишет, 15 лет это займет. То есть специалист закрепляется в стране. Понимаете? Поэтому у нас сегодня этого нету, и это тоже правильно, потому что сегодня у человека должно быть масса возможностей. То есть я опять-таки подвожу к тому, что возможности сегодня созданы все. Но кто не хочет, найдет причину, да? Кто хочет, найдет возможность. Поэтому, конечно, нужно просто сегодня использовать те возможности, которые предоставлены. И больше предлагать, я думаю, что сегодня очень много предложений должно поступать и через партнерскую группу, от гражданского, гражданское общество должно включиться в процесс управления государством. Это нормально. Всегда идет, да, если берем социальные средства, всегда идет самые крупные такие мазки, это государство и гражданское общество. Так вот это объединение даст определенный хороший результат. Спасибо вам за обстоятельный ответ на мой вопрос. Предлагаю коллеге нам на этом завершить дискуссию. У нас сегодня была очень важная тема. Пытались мы заглянуть за горизонт непростого вопроса. На мой взгляд, это получилось. Но в конце программы я бы хотел не заглядывать за горизонт, а предвосхитить то, что у нас на поверхности все мужчины ждут уже в среду, в пятницу все мужчины будут поздравлять своих женщин-коллег. И своих тоже. Да, а восьмого еще второй раз уже своих родных, близких. И Марина Кензиновна, позвольте от лица мужчин количественного меньшинства поздравить в вашем лице всех женщин с этим наступающим праздником. Спасибо большое. Спасибо огромное, дорогие мужчины. Я хочу тоже поздравить всех наших женщин с наступающим праздником и пожелать нам всех там всем хорошей, спокойной, стабильной жизни, условий для развития, крепких семей, воспитания детей. И это возможно только тогда, когда вы, дорогие мужчины, рядом, когда вы поддерживаете, когда вы относитесь с пониманием и участвуете тоже в тех семейных делах, которые ложатся на плечи женщин. Как я говорю, женщину возвели на почетный пьедестал, да, хранится очага. Так давайте храните вместе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.